Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Филипп Гермоген Кальдерон Британский художник французского происхождения Мать была францужен А отец был испанец Который первоначально работал в стиле прерафаэлитов Прежде чем перейти к историческому жанру Был хранителем Каролинской академии в Лондоне Родился в Пуатье, Франция 3 мая 1833 года Его отец преподобный Хуан Кальдерон Профессор испанской литературы И бывший римско-католический священник Перешедший в англиканство Кальдерон планировал изучать инженерное дело Но его так заинтересовало рисование, технические фигуры, диаграмм Что он передумал и посвятил свое время искусству В 1850 году он обучался в школе искусств Ли в Лондоне Затем в 1851 отправился в Париж Чтобы учиться у Франсуа Эдуарда Пико С самого начала он был вдохновлен прерафаэлитами И некоторые его работы демонстрировали детализацию Глубоких цвета и реалистичные формы Характерные для этого стиля Художник Генри Стейси Маркс был его другом и шулем Кальдерон стал ведущим членом клики Сент-Джон Вуда Группа художников, интересующихся современными жанрами и историческими сюжетами Которые были вдохновлены прерафаэлитами Как в художественном, так и в социальном плане Я зачитываю Википедию Исторические библейские и литературные темы Были распространены в поздних работах Кальдерона На многих его работах изображены женщины в богатых шелковых одеждах На фоне нежно окрашенных пейзажей Его поздние картины написаны в более классическом стиле Сравнимы с Эдвардом Оинтером Что стало результатом его тесных отношений с Фредериком Лейтоном Тогдашним президентом Королевской академии Кальдерон стал хранителем Королевской академии в 1887 году И с тех пор работал над поддержкой преподавания анатомии На основе обнаженных моделей в школах Королевской академии Несколько его картин находятся в галерее Тейт Внезапно умер в 1898 году О смерти писали, что это случилось после продолжительной болезни Связанной с повторными осложнениями после греки Вот так вкратце небольшая информация О Филиппе Гермогене Кальдероне Британского художника и французского происхождения Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok